Эпопея с самоделкой из куска трубы продолжается. Сегодня будем изготавливать то, без чего показанное ранее устройство не имеет никакого смысла. Начнем, пожалуй, с самого сложного. Нашел в своих запасах сетку для громковарителя и отрезал от нее небольшую заготовку. Резал обыкновенными ножницами, поскольку очень важно отсутствие загибов. Очень важно также и обеспечение по краям острых граней, то есть как бы половин отверстий. Далее я как комментатор пока что умолкаю, поскольку процесс, который показан далее интуитивно понятен. Если что, задавайте вопросы в комментариях, я отвечу. Обязательно отвечу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Совсем забыл обратить ваше внимание на один важный момент. Внутренние стенки лужоны с помощью половина свинцового припоя. Между прочим, вот эту штуку, вроде такая простенькая деталь, я до трех ночи делал, глаза убитые и страшные, на камеру даже вижу. Испортил три штуки, блин. Вот вроде получалось-получалось, потом раз, что-то обошло не так, в мусорку. Вторую, такую классную сделал, тоже одно неловкое движение, уничтожил, блин. Но на третий раз, вроде бы, результат прикольный. Продолжам то вперед. Далее потребуется вот такой шестигранник, латунь, 15 мм. Можно было бы алюминий задействовать, но мне почему-то кажется, что латунь выглядит более презентабельно. И более дорого, и более благородно. Размечаю. Сразу просверлю отверстие, поскольку впоследствии эта заготовка будет обтачиваться. И гораздо проще просверлить, когда она имеет, как бы, прямоугольную форму. Бэх. И еще раз. Бэх. В одном из отверстий резьбу М3 нарежу. Вот здесь вот. Возьмем вот этот. Интересно, это заводский или это уже самодельный такой метчик? С хвостовиком. Интересно? Понятия не имею. Не суть важна. Дима, я классная масленка, как говорит один уважаемый мною мастер. Лишнее приказано отрезать. Ич. Теперь необходимо просверлить сквозное отверстие. Будем сверлить следующим образом. Сначала до половины с этой стороны, затем я переверну заготовку и до половины с этой стороны. Перевернем заготовку. Для того, чтобы впоследствии была возможность установить хоть примерно, как было, я нанесу отметку. Теперь в одном из торцов предстоит расселить немного отверстия до 11 мм. Основное отверстие, напоминаю, 10 мм, а здесь необходимо 11 мм, для того, чтобы можно было установить впоследствии заднюю крышку. Я поискал в запасах, сверла на 11 мм у меня нет. Попробую просверлить вот такой вот елкой. В общем, ступенчатое сверло. Здесь как раз есть 11 мм, надеюсь получится. Да почему надеюсь? Должно получиться все. И ты с нормалды. Заднюю крышку выточу из алюминия. Собираются у меня вот такие различные отходы, можно так сказать. Вот такого плана кусочки. Нужно их в дело. Ты сразу. А вот, в общем, план каков? А таков. Торцуем, сверлим, обтачиваем, устанавливаем. Сверлим отверстие в собранном виде, дабы было максимально плотно. Нарезаем резьбу и таким образом она будет закрепляться. Правда, зажать такую деталь в патроне еще то удовольствие. Патрону труба. Очень часто в комментариях некоторые даже гневные товарищи бомбит у них отбиение патрона моего страшно. Но ему уже все. Нужно новый. Но сейчас финансов пока на это нет. Ничего будут, мы заменим. Все непременно. Зажал. Для того, чтобы обточить до необходимого диаметра, а именно 11 мм. Зажал в патроне центрирующее сверло. Центровочное. Поджимаем за ней бабуленцией. И точим. Устанавливаем. О, туговато. Ну, туговато лучше, чем когда раздолбану. Извинись. Сверлим. Резьба М2.5. Я уже где-то говорил в каком-то видео, что я предпочитаю больше М2. Как-то оно покомпактнее. Но метчика нету. Фиг достанешь. Сейчас выбьем. И снова я установил это все дело в токарный станок. И доведу, чтобы оно не так туго заходило. Наждачной бумагой. Таким образом, конструкция имеет вот такой вид. Теперь нам необходимо проточить для того, чтобы установить вот эту вот сеточку. Вперед! Обточил до соответствующего диаметра. Примерил, и мне не понравилось. Не свистит как-то квадратно, никак. Может быть, если бы шестигранник был бы, тогда, может, оно и смотрелось. А, по-моему, с квадратом, ну, как-то негармонично. Таким образом, была изготовлена круглая сеточка. Смысл изготовления точно такой же, как здесь. Обкрутил оба правку, пропаял с этой стороны и верхнюю крышечку. И, как по мне, круглая смотрится гораздо лучше, правда? Ну, как-то органичнее, опять же. Что теперь? Немного обточу вот эти грани, чтобы не так остро было. Последняя задача. Необходимо припаять сеточку к корпусу. Вот такой вот микрофончик. К сожалению, прищепочка, конечно, не совсем сочетается. Но другой мне найти не удалось просто. Или бы провод, наверное, белый бы. Да, было бы классно. Сама прищепка крепится посредством винта М2,5. Пружинка, для того, чтобы ничего не откручивалось со временем. Вот и все. Держится довольно крепко. Подведем итоги. Что имеем в конечном результате? Усилитель. Красавчик. И петличку. Красавчик. Я считаю, что оптимальное место расположения этой самой петлички чуть выше солнечного сплетения. Многие цепляют ее около шеи, но в таком случае уровень сигнала при повороте головы разный. И это не очень хорошо, как по мне. Вообще, на что хочу обратить внимание. Когда я занимался радиолюбительством активно, мне все хотелось собрать усилитель мощности. Да, любой радиолюбитель, они помешаны на усилителях звуковой частоты и на блоках питания. Я вам серьезно говорю. Практически все. Нет, но есть современные, может быть, радиолюбители. Там Ардуино у них в голове. Но в основном это блоки питания и усилители звука. Серьезно говорю. И что заметил интересное? Тема звукозаписи не менее занятная вещь. Не менее. Очень прикольная тема. То шумы, то экранирование, то согласование каскадов. Очень много прикольных таких интересных моментов, которые приходится решать. Классная тема. Обязательно вернемся к этой теме еще когда-нибудь. Все непременно. Все непременно. Вот. Да, обязательно. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мою страницу в инстаграм. Там я публикую фотокарточки текущих моих проектов. Вы будете таким образом знать, над чем я работаю, если вам интересно на данный момент. Жму руку. Пишите свое мнение. Обязательно в комментариях. Будем общаться. Может у кого-то есть предложение, как усовершенствовать что-либо. Это особенно ценно для меня. Ну, а я буду убирать. Срач развел капитальный. До новых встреч. Пока. Но посрам. Забыть. Нашу коронную фразу.